вы все наверное подумали да какого хрена тракторист лонул на природе в шапке в куртке ребята сейчас плюс 5 и очень холодно а передавали почти до минус 3 мы по стечению обстоятельств сейчас вы все услышите и поймете почему я нахожусь именно вот здесь выехал на природу так как у меня волчата спят не хочу их будить видео будет ролик будет эмоциональный потому что вот то что произошло конечно немножко било по эмоциям слушая вот еду на работу с чистыми мыслями и думаю выехал в поле работаю все нормально начало приветствия привет друзья подписчики коллеги случайные зрители блин но это сколько нужно языком промолотить вот это все чтобы всех поприветствовать ну я начинаю думать блин наверное я еще кого-то обидел да там брата сестру родственников их еще не поздравил и тут у меня тупичок как бы это все дело упростить ну наверное выход как бы один всего лишь на все как бы на мое мнение народ всем привет и так это не запланированное видео как бы ролик этот выйдет пораньше нежели я работал а из-за чего из-за того что у меня произошел небольшой казус приехал я спокойно нормально с работы домой ну правда поздно вечером уставший покушал покупался лег спать утром просыпаюсь в 5 часов утра ну думаю сейчас монтирую видео начинаю работать запускаю видео программу монтирую монтирую до середины и у меня тупо все пропадает и я не понимаю смотрю на время уже 6 начала седьмого ну как бы мне уже всем нужно выезжать из дому чтобы вовремя попасть на работу подготовить трактор и заправиться и уехать в поле работать запускаю второй раз то нет опять до половины даже чуть больше уже просмотрел промонтировал видео и у меня опять все начинает 25 то есть получается ничего не могу сделать просмотрю почистил компьютер посмотрел загрузка цп а он валит на сто я на сто процентов уверен если бы там было сто пятьдесят процентов там по любому было бы 200 процентов загрузки цп что же делать естественно нужно искать пути выхода обхода и тому подобное и виновен в этом всем получается вот как мы видим да мой системный блок он покупался еще в 2009 году насколько я помню по моей памяти тогда была материнка самая максимальная ddr3 тогда 2009 год не очень был хороший год как бы искусственная инфляция по деньгам уже было немножко туго то есть купился средний очок с материнской палатой ddr2 но как выяснилось да у нас уже 21 век естественно прогресс идет техника улучшается и тому подобное и как оказалось ddr2 уже очень тяжело найти так как на базе ddr2 материнка начинаю искать как бы нахожу новую видеокарту то есть получается он у меня был синтегрированной видеокартой то есть она встроена но под него естественно есть слот на самой материнке начиная искать именно эту видеокарту ddr2 хотя бы минимум на гиг в принципе мне вот так и за глаза его хватит еще я в интернете и что вы думаете находим на 512 мегабайт ну как бы это немножко маловато процессор 2 и 2 гигагерца 512 но как бы нужно еще какой-то запас мощности еще на 1 гиг на 1 гиг и есть но только ddr3 то есть получается у меня материнка ddr2 а видеокарта ddr3 кому позвонишь там продавцу это вы понимаете вы знаете это уже устаревшая тема ну естественно я понимаю что это у нас устаревшая тема но как выяснилось я потом устал это дело все искать и это был первый день который я не мог это все дело быстренько найти обратился к шефу шеф огромное спасибо ты красавчик молодец он позвонил своим знакомым я сделал фотографию своей материнке и как оказалось в ней разъем под ddr3 под эту видеокарту целый день целый день я потратил на поиски ddr2 матью вот так находит шеф нормальных ребят которые занимаются этим делом естественно они высылают мне видеокарту но опять же есть как всегда одно но это видеокарта имеет вот такой будем называть его широкий разъем у меня на моем системе как бы обычный разъем под монитор ну хорошо широкий-широкий то есть естественно нужно покупать отдельно еще к нему переход и широкого будем говорить и широкого на узкий все это дело заказывается со своей карточки сразу с ними расплачивается с этими поставщиками с магазином они мне высылает ждем 2-3 дня то есть получается это уже четыре дня проходит снимать смысла нету жду видеокарту на один гид успел следующее видео это будет внеочередное этот ролик будет неочередной следующий ролик после этого выпуска будет именно тогда когда я монтировал видео и видно по моей морде лица что вообще никак не доволен и сейчас да кстати у нас 5 часа утра уже солнышко поднимается мне еще нужно успеть на работу поехать вот проходит и тут проходит уже как бы четыре дня успел я покультивировать вот тот ролик который вы увидите после этого ролика я успел культивировать перецепиться брызгать перецепился опять культивировал и естественно вчера 21 мая я подцепил опрыскивать и уже начал брызгать и пшеницу от жучков червячков и тому подобное вот но думаю все хорошо проходит три дня приходит видеокарта на почту вместе с переходкой все мне говорит и при приехала это все дело садится на машину и едет по мою по мою видеокарту мать ее шляп привозит все хорошо все отлично как раз были ударили дожди то есть мы сидели дома говорит хочешь привозить системник сейчас все подключим установим драйвера и будет все отлично ну и хорошо я ж на радостях быстренько собрался полетел на работу ну как бы не на работу да на фирму там уже это все дело устанавливать но блин какое было мое разочарование когда распечатали полностью видеокарту и переходку и как выяснилось мать ее шлёп переходка то блин не та была сейчас я вам все покажу они прислали переходку заместь того чтоб разъем входил в видеокарту они ту же самую те же самые разъемы то есть будем называть мамка и разъем мамка вот здесь должен должна быть мамка разъем они прислали папку то есть получается вот здесь были штыри наоборот да вот здесь были штыри а вот здесь был внутренний разъем то есть вот как я его всуну как я его вот это все дело поставлю и тут я понимаю что нужно еще кинуть два дня пока отправится назад вернется переходка и пришлют обратно ту которую нужно то есть получается поставщик попутал данную мать ее шлёп переходку и не прислали и прислали получается то что не нужно вообще и на это все дело ушло шесть дней ребята и я понимаю но мне никак я не могу монтировать понимаю что смысла нету пока снимать видео то и принципе гонять это что культивирую гонять и одно и то же самое брызгой брызгаю но уже как начали брызгать уже пшеницу принципе можно поснимать это все красиво происходит и сзади и спереди смотришь ну как бы красота и природа и как выяснилось пауза ну и естественно вернули назад данную переходочку то есть ту которую они прислали и прислали уже та которая нужна потом опять привез шеф на работу эту переходку но опять же это прошло два-три дня то есть шесть дней у меня просто-напросто вылетела за что ребята конечно дико извиняюсь из-за того что не виновата я я это он он виновен всему так что ребят извините что получилось так буду собираться на работу потому что время поджимает подходит домой еще приеду кофейка попил быстренько приведу себя в порядок и буду ехать уже на работу ну а мы как видим природа у нас отличная на рыбалку охота но еще пока не судьба так что ребята как то так всем любви здоровья пока 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 Продолжение следует...